Привет друзья! Сегодня мы нарисуем собачку популярной породы хаски. Нарисуем ее в полный рост карандашами. Для этой работы я использую набор карандашей Эрих Крауза, так как в наборе есть все нужные карандаши. 6 карандашей разной твердости. Каждый карандаш имеет свой грифель от 2 мм к 2,6 мм. Плюс в том, что карандаши не крошатся и не оставляют пыль. Итак, нарисуем круг. Это будет голова. Отмечаю длину тела и линию, где заканчиваются ноги. Рисуем направляющую линию для шеи и тела. Наметим, где будут находиться передние и задние лапы. Рисуем общие очертания формы туловища. Тонкими линиями прорисуйте шею. Рисуем грудь собаки, потом спину. Линии должны быть плавными. Обрисовываем передние лапы, потом задние. Намечаю схематические уши. Дорисовываю хвост. Вытираю лишние линии. Исправим очертания шеи. Нарисуем ее немного толще. Нарисуем более плавный переход к туловищу. Нужно обязательно проверить пропорции и убедиться, правильно ли расположен каждый элемент. Исправить неточности и тогда переходим к детальной прорисовке хаски. Рисуем детально голову. Делю круг направляющими линиями пополам. Вдоль мордочки поставим линию, где будут находиться глаза. Намечаю легкими линиями нос и глаза. Глаза по форме напоминают человеческие. Но у собаки они более круглые, а белок почти не заметен. Прорисуем детально нос. Эта часть мордочки хорошо выделяется. То мы ее нарисуем плоскостями. Две боковые, верхняя и нижняя часть. На нижней линии опасти. Как видите, наш песик уже выглядит узнаваемо. Детально рисуем уши. Намечаем контуром расцветку шерсти. Прорисовываем детали. Прорисовываем детали. После того, как вы убедились, что вы правильно нарисовали эскиз и все пропорции собаки соблюдены, то можно переходить к следующему этапу работы. Штриховки. Начнем штриховать с мордочки. Обратите внимание на то, как располагается тень, где находится свет. В нашем случае свет находится с правой стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пока мы не делаем детализированный рисунок. В первую очередь наносим штрихи на наиболее заметные тени и темные пятна расцветки шерсти. Карандашами штрихи на наносим штрихи на наносим штрихи на наносим штрихи средних тонов. Самые темные штрихи рисуем карандашами 2B и 4B. Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Наносим темный окрас на голову и подчеркнем глаза Хаски. Чтобы передать рисунку больше объема используем разные давления на карандаш. На данном этапе вот такой рисунок у нас получился. Мы нанесли все основные штрихи шерсти. Корректор А.Кулакова Карандашом 2B добавляем темные оттенки шерсти. Будьте внимательны, чтобы не сделать шерсть слишком темной. Главное запомните, чтобы рисунок получился реалистичным, нужно хорошо показать объем. Он создается тональными соотношениями и полностью зависит от формы. Нужно хорошо рассматривать форму. Какой участок ближе в пространстве, а какой дальше. Куда попадает больше света, а какая часть освещена меньше. Музыка Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Теперь будем затемнять детали Еще раз затемним небольшие участки шерсти Шерсть мы рисуем отдельными линиями Которые разные по размеру, по направлению и по интенсивности тона Штриховкой придадим иллюзию пушистости Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот такая собачка Хаски у нас получилась Надеюсь, вам понравился урок Смотрите «Артскул» и учитесь рисовать красиво Пока!